Привет друзья! Интересно взглянуть в историю, посмотреть на вещи, которые производились в СССР. Удивиться, насколько они были интересны, но сейчас они уже устарели. Итак, игрушечные пистолеты для детей, которые были изготовлены в СССР и которые были у многих детей. Этот железный пистолетик, цена которого была 55 копеек, стрелял пистонами. Это такие бумажечки, на которых было нанесено специальное вещество. Отрываешь кусочек бумажки и вставляешь пистон в пистолетик. Этот голубой пистолетик стрелял присосками. А в этот пистолетик заправляется бумажная лента и при выстреле издается сильный хлопок. Стреляет круглыми дисками, которые заправляются в сам пистолет. А этот пистолетик вроде ничем не стрелял, а просто издавал характерный звук. Детский пистолет Макарова, заряжались все те же ленточные пистоны. А это уже более современный пистолет, стреляет маленькими шариками. Один из первых пистолетов, который появился в 90-х в нашей стране. Это такая себе своеобразная пневматика, механические части которой, ну уж очень быстро изнашивались и ломались. А этот пистолетик заряжался резиновой пробкой. Ручка оттягивалась и резко вдавливалась. Пробка вылетала и пистолет издавал звук выстрела. А этот пистолетик тоже вроде бы стрелял пистонами, потому что у него довольно сложная конструкция. Металлический пистолетик Маузер точно стрелял пистонами. А этот пистолетик стилизованный под револьвер, также стрелял пистонами. Крышка барабанчика открывалась вверх и туда заряжалась бумажная лента с пистонами. Жестяной пистолет Бармалея. У меня тоже было такое свое время. Помню, что на новогодний утренник у тех, у кого был костюм Бармалея, присутствовал такой пистолет. Ну, называйте как хотите, пистолет Бармалея или пистолет пирата. А эти покрашенные пистолеты в темно-зеленую краску были также железные. Это вам не современные игрушки из хрупкой пластмассы. Верхний пистолет, кстати, стрелял пистонами. Этот голубой пистолетик стреляет теннисными шариками. Стреляет он шариками за счет выталкивания воздуха поршнем. А этот пистолет, стилизованный под пистолет Макарова, стрелял пистонами. Лента закручивалась и закрывалась крышкой. На фото крышки нет. Идем дальше. Вот и пистолеты, стилизованные под револьверы. Не знаю почему, но в СССР изготавливались игрушки-пистолеты, стилизованные под наган. Возможно, просто их было проще изготовить. А этот мини-обрезик, сделанный из старого дедовского ружья, стрелял пистонами, как и большинство предыдущих. Следующий пистолетик водяной. Сверху у него, как вы видите, емкость для заливания воды. Вот еще один пистолетик, который стрелял теннисными шариками. Принцип был тот же. Поршень выдавливал воздух и под этим давлением выбрасывался шарик. Очередной черный пистолетик, который стрелял шариками. Более современного вида. А этот пистолетик назывался Ну Погоди. И в него был встроен фонарик. Если я не ошибаюсь, он даже издавал какие-то звуки. Металлический раскладной пистолет. Ну такой пистолет просто обязан стрелять пистонами. Следующий космический пистолет, ну уж слишком детский. Стрелял также обычными шариками. Следующий пистолет, по всей видимости, исходя из размера курка, стрелял присосками. А вот еще один пистолет, который стрелял теннисными шариками. А вот детский металлический пистолет, который назывался 45 лет победы. Ух, таким и навернуть можно было кого-нибудь железным прикладом. А этот пистолетик стрелял пистонами, которые скручивались и заряжались в барабан. Как сейчас помню, у меня был такой 100%. А вот еще один ностальгический пистолетик, который стрелял пистонами. Пистоны сворачивались в ленту и вставлялись в пистолетик. При выстреле лента автоматически подтягивалась. Если помните, был такой же пистолетик, но в наборе с наручниками и дубинкой. Но он был пластмассовым и стрелял присосками. Детский пистолетик Маузер, более старый, по всей видимости, стрелял пистонами. И более новая модель, которая была пневматической и стреляла шариками. А этот пистолетик для барабанных пистонов, более современный. Открывался барабанщик, вставлялись вот такие вот пистоны. И можно было себе хлопать на радость. Если помните, были и такие вот пистоновые пистолетики. Но они были пластмассовые и продавались на каждом рынке в каждой детской палатке. И завершает наш список исторических детских пистолетиков СССР. Вот такой вот железный пистолет, который стрелял пистонами. Пистолет и рядом же пистоны к нему в упаковке. На этом все. Если вам было интересно взглянуть на историю игрушечных пистолетиков, ставьте лайк. Ведь эти игрушки навсегда останутся только в нашей памяти. Субтитры подогнал «Симон»